Российская газета, пожалуйста. Мой вопрос, естественно, сегодня по Украине, по одному из самых злободневных проблем. Как вы оцениваете эффективность работы миссии ОБСЕ на Украине? Это как бы первая часть вопроса. Что вы можете сказать о последних инициативах украинской власти по урегулированию ситуации на Юго-Востоке? И, наверное, все-таки главная интрига последних дней, примите ли вы участие в четырехсторонней встрече в Женеве? Спасибо. Миссия ОБСЕ работает, расширяется в соответствии с тем решением, которое было принято при ее создании на такую возможность. Имеет. Ежедневно направляет фактологические доклады, отчеты в штаб-квартиру ОБСЕ в Вене. И когда начались проблемы в Славянске, когда туда приказали направить воинские подразделения, мы настояли, чтобы группа наблюдателей из этой миссии срочно выдвинулась в тот район. Это было сделано. Будем ждать от них объективной информации. Термин «инициативы» для описания того, что делают нынешние деятели в Киеве, звучит двусмысленно. Мы категорически осуждаем и требуем прекратить инициативы, так называемые, связанные с направлением сил безопасности и армейских подразделений в нарушении всех норм и украинского законодательства, и международного права для подавления протестов. Если говорить об инициативах, связанных с недавней поездкой Арсения Яценюка на Юго-Восток, с объявлением о том, что готовы нынешние киевские власти пригласить Юго-Восток и его представителей для участия в конституционной реформе и урегулировать все проблемы, связанные с законными требованиями жителей юго-восточных районов Украины через переговоры, то это, безусловно, шаг в правильном направлении, хотя очень сильно запоздавший. Потому что полтора месяца после государственного переворота те, кто захватил власть, ничего не делал, не посылал никаких сигналов жителям Юго-Востока, кроме угроз и ультиматумов. Но нельзя одной рукой приглашать к диалогу, а другой рукой отдавать преступные приказы об использовании армии против граждан, против собственного народа, по сути дела. При этом еще приглашают организацию объединенных наций поучаствовать в этих противоправных действиях, это вообще ни в какие ворота не лезет. Придумывают небылицы для того, чтобы оправдать свои агрессивные замыслы, приплетая сюда все мыслимые и немыслимые преврешения Российской Федерации, которая якобы все это организовала и реализует. Я больше чепухи не слышал. И это означает просто отказывать своему собственному народу в праве иметь способность выражать свое мнение и протестовать против беззакония и дискриминации. Нельзя посылать танки против своих граждан, одновременно вести переговоры. Поэтому я уже не раз говорил, что если будет применена сила на Юго-Востоке, то это, скорее всего, подорвет шансы на проведение той встречи, которая сейчас планируется в Женеве на этой неделе. А в принципе мы к этой встрече готовы. Считаем, что это будет небесполезный формат для того, чтобы еще раз напрямую сказать нашим американским партнерам, партнерам из Евросоюза, о необходимости урезонить тех, кого они привели к власти, обеспечить уважение ими своего собственного народа, добиться начала подлинной, а не косметической и не какой-то там кулуарной подпольной конституционной реформы с участием на равноправной основе всех регионов Украины, всех основных политических сил, решение проблем разоружения незаконных формирований. Ну и в целом, конечно, вот термин «деэскалация» сейчас, когда из Киева и из западных регионов на Юго-Восток отправляют технику боевую, термин «деэскалация» и призыв «деэскалация» обретает особо актуальное значение. Поэтому, когда вы слышите из уст тех, кто сейчас руководит украинским МИДом, заявление о том, что Россия опасается Женевской встречи, что Россия хочет ее сорвать, не верьте, это все неправда. Не верьте и тем заявлениям, звучащим из Украинского Министерства иностранных дел, что будто бы на этой встрече не планируется обсуждать внутриукраинский кризис, а, дескать, дискуссией пойдет о том, какие шаги должна предпринять Российская Федерация. Это откровенная ложь. Мы собираемся ровно для того, чтобы обсудить внутриукраинский кризис. Мы согласовали в черне повестку дня, которая включает то, о чем я сказал, деэскалация, разоружение незаконных формирований, конституционная реформа, подлинное проведение выборов. Вот об этом и будем говорить. Если, конечно, те, кто сейчас лихорадочно пытается подавить справедливый протест, эту встречу не сорвут за счет организации кровопролития. Спасибо.